МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А как бизнес реагирует на такие изменения и адаптируется к ним? Со временем бизнес стал приспосабливаться, выстраивать новые цепочки, новые логистические пути. И сейчас особенно такое внимание, как вот к этим санкциям 17-20 тысяч никто не обращает. Конечно, это сказалось на нашем внешнеэкономическом обороте. Это правда, тут скрывать ничего не надо. Где-то процентов, наверное, 15-16 у нас по итогам этих 10 месяцев. Товарооборот внешнеэкономический снизился, но он серьезно переместился. Мы на 70% переместили его на восточный. Сегодня на азиатский регион приходится 70% нашего внешнеторгового оборота. И сегодня большая часть, конечно, всех взоров наших, так сказать, экономических взоров, это Большая Азия, это Юг, это Латинская Америка. Мы наращиваем экспорт в Большую Азию. На 10% он вырос, стал это уже занимать 70% от всего объема. Ну и судя по темпам, которые у нас есть, и в том числе с Китаем, да, в общем-то, практически со всеми странами из этого региона, я думаю, что это движение в этом ключе будет идти дальше. В следующем году Россия председательствует в деловом совете БРИКС. Как сейчас идет подготовка и какие вопросы стоят на проезд? Должен вам сказать, что нам непростое председательство досталось на будущий год, потому что как раз с 1 января количество членов БРИКС увеличится до 11. Это 6 новых стран. И, конечно, это достаточно серьезная работа для того, чтобы полноценно включить эти 6 стран в эту работу. У нас сейчас работает 9 рабочих групп. Надо, чтобы наши новые партнеры включились в работу всех 9 рабочих групп, потому что мы всегда консенсусом принимаем решения. Второе – это то, что появляются новые вызовы, новые проблемы. Не исключено, что будет тематика обсуждаться искусственного интеллекта. Это тема, которая начинает волновать всех. И она волнует не только с точки зрения бизнеса, с точки зрения этики, с точки зрения безопасности. Поэтому во всех аспектах к этому сейчас большое внимание в нашей стране и в наших партнеров, и за рубежом. Поэтому я не исключаю, что будет инициатива создания еще одной рабочей группы, которая будет заниматься темой искусственного интеллекта во всех аспектах этого вопроса. И в продолжении международного сотрудничества, какие вопросы приоритетны для работы и развития бизнеса в следующем году? У нас сложилась система поддержки бизнеса. Она по нескольким направлениям идет. Первое – это наше представительство. Мы сейчас представлены более чем в 40 странах мира. Вторая часть – это наши деловые советы. С бизнесом 78 стран у нас созданы такие деловые советы. Ни один из них не упразднен. Все они остаются в силе, но вся европейская часть, естественно, заморожена, так же, как и Соединенные Штаты Америки, ну и ряд присоединившихся стран. Все остальные деловые советы, особенно азиатского направления, южного, в смысле, с Африкой, у нас там тоже 8 деловых советов, с нашими арабскими коллегами. Они все в работе. Более того, они сейчас еще более активно, чем раньше, работают. Следующее направление сотрудничества, конечно, это наши ближайшие соседи. Это в рамках нашего Евразийского союза. Мы очень активно работаем со всеми 5 странами. Сейчас мы добились того, чтобы кооперационные проекты, которые создаются в рамках кооперации между нашими странами, была поддержкой финансовой. Поэтому сейчас Евразийская комиссия готова полностью взять на себя оплату процентной ставки, банковской ставки на проекты, которые включают в себя не менее трех стран. С 1 января этот проект начнет работать. Проектный офис создан на базе Российской торгово-промышленной палаты. И это первый круг, самый ближний для нас, естественно, в котором мы достаточно активно работаем. Второй круг, так сказать, это, конечно же, страны СНГ. И наш торговый оборот и в Евразийском союзе, и в СНГ показывает, что непрерывно идет рост. Следующее, это, конечно, наше объединение. Еще есть шанхайская организация, сотрудничество. Но у нас есть взаимодействие со странами ОСЕАН, есть рядом других. Сейчас активно задействуем их в работе с тем, чтобы оказать помощь нашим предпринимателям в создании каких-то совместных предприятий, в создании цепочек поставок и логистики, ну и всех вопросов, которые беспокоят. Ну и, естественно, экспоцентр, который занимается выставками, от 80 до 100 выставок в год мы проводим на территории экспоцентра. Они до сегодняшнего дня все до одной проходят с участием зарубежных стран. 2024 президентом объявлен годом семьи. Вы давно занимаетесь развитием семейного бизнеса и говорите о том, что в законодательстве необходимо закрепить понятие семейный бизнес и создать меры поддержки. Есть ли шанс, что в ближайшее время это будет реализовано на федеральном уровне? Ну, мы сегодня двигаемся в этом направлении. Мы активно работаем и с депутатским корпусом, мы активно работаем и с Министерством экономического развития, в первую очередь с другими ведомствами. Мы сегодня имеем уже в семи регионах законодательство региональное, где закреплено понятие семейного бизнеса и определенные меры для поддержки семейных компаний. В восьми уже регионах образовали центры поддержки семейного бизнеса с определенным набором услуг для семейных компаний. Но это является серьезнейший фактор вообще в развитии экономики любой страны мира и в нашей стране тоже. Но если вы возьмете, например, фермерские хозяйства, 99% фермерских хозяйств – это семейные компании. Если вы возьмете частные школы, 95% частных школ – это семейные компании. В чем проблема на сегодняшний день, которую мы видим и которую, конечно, необходимо решать? Ну, первая проблема – это дробление бизнеса. Все время подозревают в том, что когда развивается семейная компания, что это дробление. Ну, есть муж с женой, которые ведут бизнес. Дети не хотят этот бизнес, но они хотят вместе быть и какое-то ответвление от него делать. Значит, сразу начинают их подозревать в том, что это дробление. Есть проблема наследования. Очень серьезная проблема. Она для всего мира. Часто дети не хотят связывать себя с тем бизнесом, который вели родители. Это часто приводит, если не прописано законодательно, как вообще с этим бизнесом обходиться. И в наследовании все как бы обозначается по частям. Есть завод – это отдельная как бы собственность. Есть там акции – это отдельная собственность. Есть там паи – это отдельная собственность. Ну и так далее. И если это смотреть в совокупности как бизнес семейный, то по частям это может просто разрушить вообще весь этот бизнес. Меры поддержки, которые касаются семейного бизнеса. Ну, сейчас просто мы по общему законодательству, естественно, семьи действуют, но в силу ряда обстоятельств, конечно, можно было бы некоторые вещи прописать конкретно для семейных компаний. Мы уже там, по-моему, четыре проводили выставки семейных династий в Государственной Доме. Мы провели уже четыре всероссийских форума семейного бизнеса. Мы действительно этой темой очень серьезно занимаемся. Мы создали Всероссийский семейный совет, который сегодня регулярно заседает, перемещаясь по регионам. Они в разные регионы каждый раз выезжают на свои заседания, обсуждают различные вопросы. Мы сегодня создали проект «Надежда бизнеса». Это для детей, которые в этих семьях растут. И их пытаемся готовить к тому, чтобы, так сказать, они стали в свое время преемниками и могли вести бизнес с молодых лет. Стараемся их, так сказать, в этом плане как-то готовить к этой работе. Ну и, естественно, что форумы вот эти «Успешная семья, успешная Россия» – это где мы собираем со всей страны предпринимателей. У нас уже председатель правительства побывал, навстречался с семьями. И мне кажется, так, в общем, понимание у всех есть, насколько это серьезно и важно. Мы надеемся, что будет поддержка. Могу гарантировать, что это будет в наступающем году. Хотелось бы, конечно, но работа непростая. Но дорогу осилит идущий, как наши китайские друзья говорят. Так что осилим со временем. А как изменилась нагрузка на российский бизнес в части административного давления, налогов, неналоговых платежей? Административная нагрузка, она, конечно, уменьшилась. Про процентов на 15 уменьшилось количество проверок в прошедшем году. Вот этот мораторий, который президент ввел, он, конечно, серьезно сказал. По-моему, сейчас там около 320 тысяч проверок. И его решение о том, чтобы продлить, оно, конечно, горячо поддержано естественным предпринимательским сообществом. То, что касается налогов. Серьезные шаги сделаны, много изменений в налоговом законодательстве. Ну, вы знаете, что единый налоговый счет. Эта дискуссия была очень жесткая вокруг единого налогового счета. Это начало было не очень, так сказать, может быть, таким впечатляющим. Достаточно много критики было. Но надо отдать должное налоговое нашей службе. Они, конечно, титанические усилия приложились с тем, чтобы выправить ситуацию, отработать все критические замечания, которые были. Конечно, это упростило администрирование, это упростило и для налогового, это упростило для предпринимателей однозначно. Микропредприятия теперь в этом году могут не вести бухгалтерию. Для них это все делает налоговая служба. Индивидуальные предприниматели теперь могут в электронном виде или через личный кабинет, так сказать, там оплачивать налоги. Это тоже было нововведение. Поэтому в этом плане движение, так сказать, идет, движение постоянное.